В журнале «Уральский следопыт» вышла статья «Аэродром Арамиль». Аэродром 2-го класса, площадью 40 на 30 километров, находится в 20 километрах от города, Екатеринбург, и в 5 километрах южнее аэропорта Кольцова. Он принимал самолеты Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-32, Ан-12, Ан-74, Як-40, Як-42, Л-410 и другие более легкие самолеты, а также вертолеты всех типов. Ныне он не обслуживает регулярные рейсы. В 2012 году аэропорт был закрыт и исключен из Государственного реестра гражданских аэродромов, но продолжала использоваться как вертолетная площадка в нуждах силовых структур и Уральского завода гражданской авиации. История аэродрома «Арамиль» уходит в 1920-е годы. Так, первый самолет был принят в 1923 году, хотя есть данные, что Илья Муромец произвел посадку в «Арамиле» еще в 1920 году. С 1928 года выполняются отдельные полеты в Магнитогорск. В начале 1930-х годов аэродром «Арамиль» является базой школы пилотов от «Авиахима», а в дальнейшем – Свердловского аэроклуба. В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году, летно-технический состав аэроклуба из города Нижний Тагил вместе с самолетами У-2 прибывает на аэродром «Арамиль». Здесь собственными силами, в полевых условиях, учебные самолеты У-2 были переоборудованы в боевые легкие бомбардировщики. Летный состав прошел переподготовку по бомберментанию в ночных условиях. Сформирован 698-й легкобомбардировочный авиаполк. В том же 1941 году полк направляется защищать Москву. «Арамильцы» вошли в состав 50-й армии ВВС. В дальнейшем летчики и техники из «Арамили» переучились на самолет Ил-2. 11 бывших курсантов аэроклуба «Арамили» в годы войны стали героями Советского Союза. Григорий Андреевич Ричкалов, бывший лектор «Арамильского» мельтзавода номер 4, закончил войну. Дважды героем он сбил 61 фашистский самолет в селе Зайково, близ Ирбит. Создан музей Ричкалова. В районе аэродрома «Арамиль» во время испытания реактивного самолета 27 марта 1943 года разбился летчик Григорий Бахчеваншин. В начале войны на аэродромах «Арамиль» и «Арамиль» шла подготовка испанских летчиков для особой задачи, известной только Сталину. В качестве материальной части были выбраны немецкие самолеты, закупленные Советским Союзом и Германией в 1940 году. 13 сентября 1941 года на аэродроме «Арамиль» при взлете потерпел аварию самолет Ю-88, пилотируемый испанским летчиком Мануэлем Веласкесом Леоном. Самолет предназначался для ведения воздушной разведки. Испанские летчики имели перерыв в полетах. После тренировок в Москве на другом типе самолета они продолжили подготовку на немецких самолетах в «Арамиле». Создавалась 187-я отдельная разведывательно-корректировочная эскадрилья. Мануэль Веласкес-Леон выполнял первый самостоятельный полет на этом типе самолета. И неудачно. На разбеге при выполнении взлета не выдержал направления и столкнулся с самолетом У-2. Оба самолета загорелись. Леон получил тяжелые ранения и ожоги. Испанские пилоты не высказывали большого желания к освоению немецких самолетов. Эксперимент пришлось прекратить. Испанцам хотелось сражаться на самолетах-истребителях. После войны с января 1946 года на аэродроме базируется 142-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья. Позднее, в 1977 году, она переведена на соседний аэродром, в Кольцово. В Арамиле до 1987 года была транспортная авиационная эскадрилья войск ПВО. Там она просуществовала до 1998 года. С аэродрома Арамиле, Вывдель, НАН-2 вылетел в полном снаряжении первый отряд поисковиков по обнаружению группы Дятлова. Студенты УПИ. Вадим Брусницин, Стас Девятов, Юрий Коптелов, Вячеслав Кротов, Владимир Лебедев, Владимир Стрельников, Вячеслав Кализов, Михаил Шаравин. На аэродроме Арамиль проходил подготовку разведчик Олег Кривопалов. В 1985 году из аэропорта УКТУ-Свердловска прибыли на постоянное базирование пассажирские самолеты. Было 4 эскадрильи Ан-2, в каждой по 25 экипажей. Всего было порядка 100 самолетов. Имелись еще вертолеты Ми-8 и Ми-2. Самолетами Ан-2 ежедневно выполнялись 55 рейсов в 33 аэропорта Свердловской области. Были специальные рейсы, выполнявшиеся с вертолетами Ми-2 и Ми-8. В том же году был введен в эксплуатацию новый аэровокзал. Это здание построено в стиле конструктивизма и отлично выглядит. К сожалению, после переноса аэропорта УКТУ-Свердловска в Арамиле стало постепенно сокращаться количество рейсов. Пассажирам стало неудобно добираться до дальнего аэродрома. Они привыкли вылетать из города с известного УКТУ-Свердловска. У многих стали появляться автомобили для дальних поездок. В итоге на 1991 году ежедневно выполнялось 33 рейса в 25 аэропортов области. Были рейсы в Магнитогорск, Уфу, Москву. В итоге к лету 1996 года самолеты Ан-2 выполняли лишь 5 рейсов за всю неделю. Количество аэропортов Свердловской области сократилось до 9. И все же Ан-24 делали 2 рейса в Москву и 2 в Ханты-Мансийск. В 2003 году доходы авиатопятия относительно 2002 года выросли на 14%. В 2004 году завершена модернизация здания аэровокзала и усовершенствована взлетно-посадочная полоса. Ее длина 1800 метров и ширина 60 метров. Взлетный вес самолетов мог достигать 32 тонн. Было введено новое аэро-навигационное оборудование. В планах работа парафотосъемки на Среднем Урале, проведение авиационно-химических работ для нужд сельского хозяйства в Челябинской области, работы в интересах газовой и нефтяной отрасли промышленности Уральского региона, осуществление заказов Тюмень-Трансгаза. Экипажи самолетов и вертолетов аэродрома «Арамиль» были востребованы постоянно. Вертолетчики «Арамили» ценой своего здоровья выполнили божественную, точнее героическую работу по локализации аварии на Чернобыле. Выполнялись полеты для нужд центра медицины и катастроф. Пилоты «Арамили» выполняют авиационную охрану лесов от пожаров. До 2007 года количество рейсов на местных авиалиниях сохранялось и даже увеличилось количество аэропортов до 14, куда летали самолеты из «Арамили». Пассажирские самолеты из «Арамили» Ан-74 и Як-40 были замечены на международных. В 2010 году парк самолетов гражданской авиации «Арамили» состоял из шести типов воздушных судов. А именно Ан-2, Як-40, Ан-74, Пилатус и вертолеты Ми-2 и Ми-8. Экипажи «Арамили» выполняют уникальные полеты по доставке грузов в отдаленные территории Свердловской области и доставляют почту. Но в 2012 году второе Свердловское авиаподприятие, находившееся на аэродроме «Арамиль», было признано банкротом. В аэропорту остается авиакомпания «Уктус», выполняющая частные, чартерные и ВИП-перевозки. Балые перевозки становятся невыгодными. Неприятности шли чередой. В 2011 году при проведении поисково-съемочных работ произошла катастрофа вертолета Ми-8Т. Полет происходил в нарушении задания с огибанием рельефа местности. Необходимая и установленная безопасная высота полета не соблюдалась. Усугубил ситуацию неоправдавшийся прогноз погоды. Погода была много хуже. В 2012 году при выполнении полета пропал под Серовом Ан-2. Сомлет произвел взлет без разрешения. Строго задают вопрос о контроле за движением воздушных судов. В это же время проданы аэропорты Серов, Гарри, Табары. В эти годы развивается и улучшается система автодорог в области. В отдаленных районах входят в эксплуатацию суда на воздушной подушке. Из двух аэропортов Екатеринбурга останавливается «Аромиль». Взлетно-посадочную полосу стал эксплуатировать Уральский завод гражданской авиации. 9 апреля 2014 года аэродром передается изведение Министерства обороны в ведение МВД России при сохранении права базирования на нем военных воздушных судов. Аэродром «Аромиль» позволил повысить эффективность выполнения МВД России и задачи по обеспечению общественного порядка, борьбе с терроризмом и преступностью, охране важных государственных объектов Светловской области. А также снизил нагрузку на федеральный бюджет за счет привлечения ресурсов Уральский завод гражданской авиации для содержания самого аэродрома. В наши дни над аэродромом «Аромиль» показательные полеты выполняла группа «Стрижи» на самолетах МиГ-29. Восторга жителей и гостей не было предела. Было ощущение, что все жители города находятся на аэродроме «Аромиль». Восторга жителей и гостей не было предела.